В целом и промышленность республики, и развитие социальное, в общем-то, имеет положительную тенденцию. Она сохранилась с 2010 года. В 2011 году мы по целому ряду направлений укрепили свои позиции. Промышленность показывает темпы высокие, и в ПФУ мы входим в тройку, в России мы в десятки лучших по промышленным показателям. На сегодня по 8 месяцам это 114,3%, обрабатывающие свыше 115%. То есть, в принципе, те тенденции, которые были в 2010 году, они сохранились по 8 месяцам. И я думаю, что мы уложимся в прогнозные цифры по промпроизводству где-то на уровне 114-115% в 2011 году. Что это нам дает? Мы максимально подтянемся к уровню 2008 года. То есть, можно сказать, что кризисный период, который начался в конце 2008, 2009, в 2009 он продолжился. Мы за два года этот разрыв сократили до минимума. Фактически на всех предприятиях республики, я имею в виду серьезные предприятия, которые имеют свою стратегию развития, приняты программой модернизации. Они были сформированы еще до кризиса, потому что любое предприятие и любой менеджмент на предприятии понимает, что без производительности труда, без нормальной рентабельности своего производства, инвестирования в перспективные продукты, невозможно без проведения полной модернизации производства. Так как в основном заводы были введены в эксплуатацию многие 20, 30 лет, 40 лет назад, вы знаете, что в 2011 году целому ряду наших предприятий юбилейные даты. Это отчасти хороший показатель их работы за период, но это говорит о том, что высокий износ основных средств, необходимо модернизироваться. И, соответственно, предприятия верстали инвестиционные планы свои, вкладывали в модернизацию. Кризис, конечно, внес свои коррективы, но практически на сегодня ни одно предприятие не отказалось в целом от реализации планов модернизации. С чем это связано? Это внедрение высокотехнологичного оборудования, замена ручного, так я назову труда, высокопроизводителем через использование роботов, автоматов, высокопроизводительных станков. Эта работа ведется на каждом серьезном предприятии. Какие предприятия? Это Яконт на сегодня, это предприятия электротехники, промтрактор, вагон, промтрактор, который, вы знаете, объявил программу роботизации своих производств. То есть, в общем-то, на сегодня я вам просто скажу, побывайте на любом предприятии, вы увидите, какие станки стояли там 20 лет назад и какое оборудование используется сегодня, и вы поймете, что данная работа ведется. Невозможно оперировать себестоимостью продукции, не проводя такую работу. Что касается вообще инвестиционного климата в республике, первое и, наверное, фундаментально, у нас сформирована вся законодательная и нормативно-правовая база для ведения инвестиционной деятельности в регионе, приняты программы содействия инвестиции, снижения административных барьеров. То есть, это является приоритетным для республики, это транслируется президентом Чувашской республики, как на региональном, республиканском уровне, так и на муниципальном. Ставятся конкретные задачи по реализации инвестиционных проектов в каждом муниципальном образовании. По темпам инвестиций в 2010 году мы одни из лидеров России, 122,3%. Здесь много говорится, что у нас много бюджетных инвестиций. Так вот, если исключить бюджетные инвестиции, то темп частных инвестиций у нас будет 131,6%. То есть, зачастую люди, когда говорят, это не всегда правильно оперируют цифры. То есть, бизнес в 2010 году был активнее, чем государство. Это меня, как министра экономики, промышленности, меня радует такая активность. Какие проекты, интересно, реализуются? И будут ли сохранены темпы в текущем году? Мы надеемся, что да. Ориентируйте где-то на 55 миллиардов по итогам года объем инвестиций. И я думаю, что данный показатель будет достигнут. Реализуется проект «Солнечная долина» по производству солнечных батарей. Реализуется большой проект в Канаше фирмы «Девилей» по выпуску соусов. Объем производства оценивается порядка 6 миллиардов рублей. Это для Канаша, в принципе, второй промтрактор-вагон. Реализован проект промтрактор-вагон. В этом году он выйдет на плановые объемы выпуска порядка 9 тысяч вагонов. Это довольно серьезное производство. То есть промтрактор-вагон будет представлен, по крайней мере, в десятки основных производителей вагонов в стране у нас, в России. А рынок перспективный, бурно растет. Так что мы связываем с хорошей маржинальной стоимостью данного продукта, с хорошими результатами для предприятия. Надо не забывать электротехническую отрасль. Практически и АБС, и ЭКРО, электросил. Практически все заявили о реализации новых инвестиционных планов. ЭКРО – покупка контура, открытие двух площадок в районе кабельного проезда. Что касается АБС, это новое направление АБС электро, взаимодействие с РУСГИДРО и с предприятиями электроэнергетики. И, соответственно, под это запускаются новые проекты, новые направления, новые продуктовые линейки. Есть позитив, есть проекты. И есть проекты, что самое приятное, практически в каждом муниципальном образовании. В Шумерле это ШЗСА реализует проект по силовому оборудованию вместе с итальянской компанией. В АллатРе запущено уже комбикормовое производство. Также ведется работа по горнообогатительному заводу. Чувашия был одним из первых регионов, кто начал сотрудничать с РУСНАНО. Вы помните приезд Анатолия Борисовича сюда в Чувашию, запуск реализации проекта Хевилла в Солнечной долине. На сегодня есть графики ввода объекта в 2012 году. Я надеюсь, что со стороны РУСНАНО идет жесткий контроль за исполнением сроков. Я надеюсь, что в 2012 году проект будет запущен. Был в работе проект Гален. Это выпуск базальтопластика. И сегодня, по итогам командировки вчера в Москву, я могу вам сказать о том, что все договоренности по реализации проекта достигнуты. Согласован график финансирования со стороны РУСНАНО. Да, этот проект по масштабу немножко не такой, как Хевилл, но он перспективный. За данной продукцией большое будущее. И со стороны РУСНАНО порядка 200 миллионов рублей в следующем году будут вложены. Начало финансирования обозначено 1 января 2012 года. То есть в этом году закончена вся процедура. Что нас ждет в перспективе? На сегодня находятся на рассмотрении три заявки по различным направлениям, как от предприятий республики, так и от Чувашеского государственного университета по своим тематикам. Я надеюсь, что мы здесь будем их отстаивать, будем работать. Какое еще одно перспективное направление обозначила РУСНАНО перед республикой? И тоже здесь есть определенные возможности для сотрудничества. На сегодня РУСНАНО одобрено целый ряд проектов по другим регионам, по другим инвесторам. И они сталкиваются сегодня с поиском площадок. На сегодня у них ведется реестр таких проектов, реестр перспективных площадок. И здесь задача показать республику. То есть показать, что у нас есть недозагруженные мощности, у нас есть площадки для размещения производств. Потому что это является важным элементом для успешного реализации проекта в сжатые сроки. А задача перед РУСНАНО стоит со стороны правительства России. Очень такая амбициозная. Это 300 миллиардов выпуска продукции предприятий, получивших поддержку со стороны РУСНАНО. И 600 миллиардов выпуска нанопродукций независимыми производителями. РУСНАНО ведет свою статистику в регионах. Велся статистический обзор и в республике. У нас определено 9 независимых нанопроизводителей, с которыми тоже ведется направление. И, по идее, эти предприятия вольются в организации, выпускающие нанопродукции. Здесь и компания «Спектр», выпускающая краски. И «Август», выпускающая эмульсии для своей продукции на наноструктурированном сырье. То есть там различные направления деятельности. Начиная с 2005 года, поддержка предпринимательства стала приоритетным на федеральном уровне. Мы значительно раньше к этому вопросу подошли. У нас уже к тому времени действовала вторая программа развития предпринимательства в Чувашской республике. И вот с 2005 года на федеральном, на региональном уровне активно работаем по расширению форм поддержки, по увеличению дополнительных ресурсов. И вот, если опять же вернуться к цифрам, в этом году общий объем поддержки по линии малого-среднего бизнеса составит порядка 300 миллионов рублей. Основные направления. Это гарантийный фонд. На сегодня его капитализация составит порядка 185 миллионов рублей. Соответственно, любой предприниматель может получить гарантию этого фонда, которая может быть представлена банком-партнером для получения, соответственно, кредита. Сумма гарантии может достигать 25% активов фонда. Ну, то есть это порядка 45 миллионов рублей. На сегодня фондам выдано около 60 гарантий на общую сумму порядка 100 миллионов рублей. Это вот, если брать, кредитов привлечено. АПМБ – это агентство по кредитованию малого-среднего бизнеса. Здесь, соответственно, предприниматель может получить кредит до 1 миллиона сроком до 1 года. Здесь тоже капитализация составит около 170 миллионов рублей. Активно агентство работает. Выдано только в текущем году свыше 100 кредитов, то есть одобрено заявок. Большое направление, которое ведется министерством, это выдача грандов начинающим субъектам. 300 тысяч рублей просто предпринимателям начинающим, до 500 тысяч рублей инновационным предпринимателям. Ну и хочу обратиться ко всем предпринимателям. Министерство открыто. Мы многие вещи сейчас переводим, вот здесь было сказано о барьерах, на оказание и прием документов через многофункциональный центр. То есть отделить чиновника от заявителя, чтобы не было вот этих коррупционных проявлений. Многие формы поддержки у нас оказываются через бизнес-инкубатор, который является как инкубатором для предпринимателей, находится на проспекте Ленин-12-Б. То есть вот внедряется такая разноплановая взаимодействие с предпринимателем, чтобы они не чувствовали, что чиновники опекают прям на каждом шагу предпринимательское сообщество. По ГИПОРу, если оценивать по 10-ти балльной оценке, действия нынешнего инвестора, это Мордов Цемент, я бы поставил, наверное, 9 баллов. В общем-то, это большое, наверное, счастье для республики, то, что пришел такой серьезный инвестор, серьезная компания, у которой есть инвестиционные планы по развитию не только нашей площадки, но и в соседних регионах, на которые завязана уже наша площадка. Я приведу только показатель. Мордов Цемент выставляет конкретные объемы производства сегодня для Паричан, для ГИПОРа. Они их не могут выполнить. То есть, в принципе, продукции меньше, чем требуется. Это говорит о чем? О том, что есть планы по инвестированию в оборудование, есть планы по увеличению производства. То есть, предстоит большая работа, которая, я надеюсь, что она будет выполнена. Что касается в целом моногородов, в ходе кризиса такая форма поддержки была принята правительством Российской Федерации. Был обозначен перечень моногородов. Предварительно в него было включено 335 городов. Он постоянно сейчас уточняется, критерии меняются. Поэтому, может быть, меньше, может быть, больше, но базового было 335 городов. Включены были такие моногорода Чувашской Республики, как Новочебоксарск, Анаш, Шумерля, Алаты, Ядрин, Марпасад. Они и сегодня находятся в этом перечне. Какую цель ставили мы? Все-таки дать на уровень правительства Российской Федерации наиболее проработанный комплексный инвестиционный план. Таким комплексным инвестиционным планом в 2010 году являлся Новочебоксарск. Города Новочебоксарск. Мы этот план представили. Президент Чувашской Республики дал добро по отстаиванию этого бизнеса. Комплексного инвестиционного плана в правительстве Российской Федерации, в Министерстве регионального развития, в Нешэкономбанке. Это все те органы, которые задействованы в оценке данной работы. Работа была проведена в конце прошлого года. Мы вошли в перечень 35 городов, которые получали поддержку. И были выделены соответствующие деньги. Об этом много говорилось. Я думаю, что в прессе достаточно освещалось. Какая работа была намечена в 2011 году, о которой мы даже приступили чуть раньше, в конце 2010 года, когда было понятно, что Новочебоксарск получает одобрение. Оценка, опять же, готовности комплексных инвестиционных планов других городов. И я специально говорю так подробно, что многие действия зависят от активности муниципальной власти. То есть, если муниципалитет ведет работу с инвесторами, по земельным участкам, работу с населением, работу с предприятиями, которые уже находятся на его территории и планируют свои планы модернизации, то, соответственно, и эта работа должна вылиться в этот комплексный инвестиционный план с высокой степенью проработки заложенных там проектов и ориентиров для реализации бизнеса на этой территории. Вот та оценка, которую мы проводили в конце 2010 года, выявила, что наибольшая готовность у комплексного инвестиционного плана города Аллаты.